унылая пора а чей очарование приятно мне твоя прощальная краса вот она так же сам гнусавым голосом стихами пушкина в стиле бродского я начал свой самый самый первый внедорожный клип был это в 2000 году октябрь осень точно такая же погода даже он елки и сосны точно такие же шел дождик вот буквально полчаса назад был сильный ливень сейчас кое-где солнышко но это не значит что больше дождя не будет уже два дня здесь такая погода о эстония мы в эстонии буквально в 50 километрах от нарвы здесь расположился штаб гонки mood est это шестой этап кубка эстонии значит сегодня здесь пройдут весь день будет проходить технические комиссии небольшой пролог гонка начнется только завтра это 24 часа gps ориентирования вот я приехал от иду по этой дорожке и мысль пришла в голову воспоминания значит если вам сразу интересна гонка отмотайте минут на 5 на 7 я сейчас расскажу есть такой наш путешественник алексей мочилов его наверняка знаете он проехал россию на внедорожники на вот так вот вот так вот по-разному но есть проект волок называется обалденно автопутешествие я помню участвовал в нем два или три раза неважно мы стартовали середине апреля у белого моря еще зима снег лед в палатке минус 15 как сейчас помню а финишировали через три недели 9 мая но российскую черного моря то есть и зимы в лет у него даже такой слоган есть ну и короче такая культурная навигация вам дается несколько сотен точек и вы собираете их хотите собирайте хотите нет памятники архитектуры просто красивые интересные места причем к ним ведут иногда асфальтовые дороги грунтовые дороги но есть альтернатива настоящим таким оффроудом с лебедками с хайджеками даже со шноркелями то есть когда речки преодолеваешь такой в общем все очень экстремально может быть по желанию а вечером мы собираемся на биваке все это обсуждаем все очень весело классно интересно ну и вот какой-то год наталья иванова постоянно участница и меня попросили сделать разведку ленинградской области карелии и псковской области я вам хочу сказать что подготавливает раз заниматься разведкой это ничуть не менее интересно обалденно здорово вот мы две день не две недели путешествовали колесили гуглишь какие-то точки интереса приезжаешь смотришь изучаешь историю общаешься с местным населением логистику прописываешь а потом непосредственно проходит здесь само мероприятие очень классно ну короче приехали мы в псковскую городок себеж старинный замечательный а дальше за ним есть такое место курган дружбы называется это границы трех государств россии белоруссии и латвии непосредственно сам монумент находится на территории латвии а на территории россии такой большой памятник это место встреч партизанов великой отечественной войны сбрасли там каждый год проходят мероприятия соответствующие и мы решили так попробовать есть посмотреть вдруг это будет интересно сама непосредственно сама по себе . едем такие уже вывески погран зона красные такие щиты ахтунг все шлагбаум открыт в ларьке в пограничном никого нет но мы поехали и такая последняя видимо российская деревенька населенный пунктик прям вдоль дороги дома мы так проезжаем и тут как в американских фильмах каждый кто был на улице было народу много все-таки это уже весна тепло каждый нас так провожал взглядом как будто бы в последний путь потом началась вот точно такая же вот точно один в один лесная дорожка только вплотную подходили деревья значит его пойду обратную сторону вплотную подходили деревья прямо свисали кроны и мы приезжаем такую полянку вот она граница трех государств интересно очень место по раньше столб белоруссии какой такой мостик такой декоративный но там такая контрольная следовая полоса право тоже вот контрольная следовая полоса шириной метра ты вот такие вещи беру просто с разбега но там уже евросоюз там уже в латвии наш мысль это в голове нормальные я же не могу родину так просто бросить перепрыгнуть через нее да но так стою смотрю и вдруг а тишина такая что от баклан пролетит слышно как сердце бьется честное слово погода отлично слышу машину шумит звук уазика в тихом лесу просто ну невозможно ни с чем спутать тем более пограничники на чем они еще могут ездить туда я такой подошел у меня на капоте на дискавери лежит карта я еще достал термос печенюшки даже паспорт успел достать короче морально я подготовился нормально приезжает уазик козел козел значит буханка выходит народ оттуда пограничники так здравствуйте что вы тут делаете я такой поворачиваюсь этого мне кому же еще говорит он ну короче это чуть-чуть повеселило даже может быть смягчила обстановку которая в принципе так было совершенно спокойно нормально они без наезда да там что-то тут делаешь все хорошо так я объясняю что вот собираю фольклор знаете как вот фильме кавказская пленница до украл невесту поменял на холодильник потом дальше и все так хорошо ну короче готовим и соревнования это значит выходит из-за елки натальи вот с таким вот маленьким фотоаппаратиком и вот с таким вот объективом ах вы тут еще и снимаете говорит пограничник ну короче нас повязали повезли в гарнизон опять мимо этой деревеньки все на нас опять так смотрит провожают взглядом до туда ехала одна машина обратно 3 то есть нас повязали привезли к начальнику он такой оказался гораздо строже хоть такой тут погоны какие-то ну я знаете как наш министр обороны нихрена в армии не служила вот этих надписях ничего не понимаю короче нам читают лекцию мы даже объяснительную какую-то писали но все прошло так мирно спокойно в общем мы объяснили что сюда приедет возможно но машин 30-40 он говорит нифига вы не приедете идите в псков туда в главка там договаривайтесь и тогда велкам вот такой вот был интересный случай вот такая вот простая лесная дорожка и столько воспоминаний ну все давайте на гонку а а а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще вот этот торфеоник, ты идешь и так проваливаешься, машина проезжает даже под тобой, вот так вот торф входит в ходуном. Просто броуновское движение. Вот здесь полтора десятка сидит участников. Первые там 3-4 проехали легко, а потом как началось. В общем, они ездят со всех сторон. У них 245 точек GPS, нужно брать в определенной последовательности. Вот они ездят зад, вперед, зад, вперед, встречными курсами, поперечными, перпендикулярными, параллельными, я не знаю, какими угодно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 По пресс-точкам сегодня водит известный харда-мэри гонщик. У него в этом году немножечко травма, на пути попалось дерево, поэтому... Маленький, маленький. Маленький. Скажи, вот мы, Серега, гуляем, посмотрим, как любви катаются. А ты скажи, ты на это все смотришь, вот хочется ведь, да? Да, хочется, хочется, хочется. Тем более интересно смотреть, как другие едут. Неинтересно, но интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А зачем ты туда поехал-то? А у нас дворники не работали, думали, что пукты оттуда, оттуда, оттуда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА